К следующей неделе мы готовим для вас кое-что мега интересное. Кто хочет получить коллекцию Демоник скинов? Она будет главным призом в готовящемся ивенте, а кроме того, вас ждут танкоины, золотые ящики, ядерная энергия и даже паладин XT. Подробнее, к сожалению, пока сказать не могу. Пристально смотрите за нашими соцсетями, именно там появляется вся основная информация, связанная с правилами и проведением ивента. Подписывайтесь и не пропускайте главную новость осени. И все, привет, ребят, с вами Старванька. И это уже у нас сегодня второй видос, который я бы хотел посвятить непосредственно вас по Жиге Демоник. Когда у нас уже в видеоблоге наконец-таки показали эти замечательные скины. Скины также появились у нас в гараже. И я бы хотел вместе с вами поделиться той информацией, которая у меня имеется уже в голове по этому поводу. Как же можно будет получить эти замечательные скины. Ну и вправду они выглядят очень жестко, исходя из того, что вы увидели сами в начале этого видоса. Я, когда увидел, я даже, если честно, удивился. Прорисовка очень интересная. Если она будет такая же, как и в видеоблоге на самом деле, то я даже скажу, что она очень и очень качественная. И будет примерно схожа с Теслой XT, да. С этими золотыми оценками, которые здесь, например, на Тесле жестко проработаны. Также будет проработана Демоник Тесла. Как вы знаете, Тесла Демоник... Ой, Тесла, говорю Демоник. Жига Демоник старая у меня есть. И я, конечно же, как и вы, наверное, после того, что вы увидели, хотел бы получить. Но как все это дело можно будет получить? Разработчики пока что нам не говорят. Но мы просто представим и попытаемся разложить по полочкам все то, что у нас будет в ближайшее время в игре, связанное с этими двумя скинами. Я для себя открыл последний ивент, который был очень схож с тем, что у нас будет на этот Хэллоуин, да. Это был у нас отдельный ивентовый сайт для, можно так сказать, игры, да. Который можно было участвовать в рамках Дня Космонавтики, если я не ошибаюсь. И можно было получить очень годные, интересные призы. Как вы видите, здесь... Ну, я думал, что я зайду и там покажут всю эту таблицу, которая там была, и как эти шаги были сделаны, да. То есть, кто участвовал, тот знает. Кто-то примерно понимает механику, как это все дело работало. Но, к сожалению, я зашел на этот сайт, и здесь уже только показано... Ну, то есть, игра окончена, да, и показала те призы, которые я получил за все это прохождение, можно так сказать, да. За всю игру я здесь получил 6 тысяч кристаллов, 100 тонкоинов, 11 золотых ящиков и 5 ультраконтейнеров. При том, что там было 3 планеты, и если ты доходишь до последней планеты, то ты получал какой-то суперприз. Это был, походу, если я не ошибаюсь, кризис. Если я не ошибаюсь, это был кризис. Да, броненосца вроде на тот момент времени еще у нас в игре не было. Сейчас же будет что-то похожее, потому что у нас в видеоблоге также было показано что-то такого же стиля, только в Hello сценарии, да. И так же само будут какие-то шаги, которые можно будет делать за энергию. И это все дело появится на следующей неделе. Также, также, также переключаемся на игру. Можно открыть заданки. Я вот не смотрел, но мне сейчас в голову пришла очень интересная идея. Заданки нет. Заданки у нас на протяжении всех 10 дней. Я просто думал, что если у нас заданки, например, можно будет выполнить на протяжении 5 дней, то значит, например, что через 5 дней появятся дополнительные миссии. Но, возможно, будет все примерно так же. И за ежедневные миссии можно будет получать дополнительные очки. Ну, или бы энергия. Что там было, я уже не помню, как это дело работало. И по итогу вы также будете делать шаги. Я более чем уверен, что эта энергия будет продаваться в спецпредложениях. Потому что по тем предложениям, которые у нас вышли на этот Хэллоуин, ну, здесь нету ничего такого сверхудивительного. И вчера, когда был анонс, когда я все это дело смотрел, ну, мне как-то вот показалось, все это, ну, маловато. Маловато, да? Чего-то не хватает. И вот, это васпажига демоник, который, к слову, к слову, у меня было предположение, что будет просто корпус демоник появится, да? А у нас получается и новая жига, и новый васп будет в этом скине, да? Притом, какой? Какой, да? То есть, проработанный, интересный, да? Единственное, мне очень сильно не хотелось бы, да? Чтобы это все подвисло на донате, да? И на большой стоимости, да? Если это будет сделано с точки зрения того, что тебе надо просто выполнять заданки, да? И, ну, там, условно, как было с боевым пропуском ради демоник жиги, да? Которую я получил. То, 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 например, там, ну, условная стоимость, да? Там была, ну, я не знаю, хоть 300 рублей вроде он был тогда боевой пропуск. То, в принципе, в принципе, я бы согласился и был бы рад бы получить васпажигу новую демоник. Но если же это будет все так же самое, как это было у нас с космосом, где, чтобы дойти до третьей планеты, надо было иметь чуть ли не 700 энергии, а чтобы было 700 энергии без доната, там, даже половины нельзя было пройти, то тогда будет, конечно, ну, такое-си, такое-си, да? Тогда из кинов получит очень маленькое количество игроков, но уникальность у нее, конечно, будет. Поэтому интересно будет посмотреть, в каком виде преподнесут эту васпажигу и сам ивент хэллоуинский в этот раз, да? Но механика и сама работа получения, да, вот этого всего ивента и самой васпажиги демоник будет, я думаю, что по той же самой примерно схеме, что и было у нас с космическим ивентом, да? Только здесь, если у нас был хоппер, который прыгал от планеты к планету, то здесь будет, ну, там, условно, не хоппер, там, а там, васпик какой-то будет там ехать между тыквами, там, или тыквы надо будет какими-то собирать, или еще что-то, да, то есть, что-то в этом духе у нас разработчики, я думаю, придумают. Ну, и понятное дело, что за эти все промежутки где-то будут бонусные призы, или, ну, да, бонусные призы, можно так сказать, за шаги, да, там, то есть, кристаллы, танкойны, голды, там, припасы, контейнеры, и на определенных точках будет у нас и васп, и жига, и я думаю, что они будут у нас по отдельности, не будет такого, что там за один ты шаг, в определенном, ну, вернее, даже не за один шаг, а, например, на, условно, на последнем шагу ты получаешь и васп, и жига, я думаю, что будет где-то там, например, в середине один корпус, а там, например, ближе к концу, там будет уже жига, да, может быть, даже еще и не только скин, и у нас будет, а может еще там туда и засунут условный, там, броненосец или кризис, да, что-нибудь в этом духе, а может паладина, 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 может туда всунут тоже, так что как-то так, интересно будет все дело посмотреть, но я честно вам скажу, честно вам скажу, исходя из того, что я увидел на протяжении вот этой вот одной минутки видеоблога, да, я сейчас еще видеоблог не смотрю, может там какая-то еще инсайт-инфа есть, я просто, ну, спитально без спойлеров смотрю, до стримов, ну, не люблю, люблю на стримах смотреть все это дело, поэтому, ребяточки, знаете, да, что все видеоблогички можно на стримах посмотреть красиво вместе со мной, да. Я надеюсь, надеюсь на то, что у нас, у простых работяг будет возможность получить эту васпожигу демоника. Она реально жесткая, ну, просто жесткая. Еще и если учесть тот факт, что у нас теперь в игре есть спецрежим, который иногда появляется с васпожигой, оу, это будет очень круто, это будет очень достойно, пишите, что вы думаете по поводу этой васпожиги. Я в ожидании, я в ожидании этого супер-ивента, да, пишите, что вы думаете, поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, ну и ждем, ждем, надеемся, что уже совсем скоро будет больше инфы, и я был уверен, что этот Хэллоуин не закончится на только вот этих обычных ивентах, обычных миссиях, и больше ничего. Знал, что демоник будет. Осталось только его получить, и чтобы это было реально сделать, да, чтобы не было каких-то нереальных цифр там, или нужно было там делать нереальные вложения, чтобы все это дело получить. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока. Пока.